Жители поселка Степной в Орске записали коллективное обращение, на котором требуют у власти, то есть у главы города, у губернатора, у президента, разобраться в ситуации с горячей водой. А она действительно парадоксальная. На одном из участков произошла утечка, но собственник не дает проводить работы, так как боится за сохранность своего дома. Горячая вода, с которой что-то случилось, что-то с ее функционированием в дальнейшем. Что-то случилось с какой-то трубой, которая проходит через участок собственника. Он не разрешает, чтобы трактор заехал на его участок. Чтобы устранить проблему, нужно копать вручную. А возможно, он и прав. Это ведь его территория. А где взять доступность ко двору? Куда обратиться? Как вывезти эту трубу с участка хозяина? Просим вас, как только включит воду, решить этот жизненно важный вопрос для жителей. С 18 апреля 2024 года нет горячей воды. И когда она появится, неизвестно. Руководство советского района, РВК, не дают нам никакого ответа, не предлагают никакого решения. Мы просто не знаем, когда появится у нас вода. Вот такой комментарий дает РВК Орск. Собственник участка не допускает специалистов для осмотра сетей и проведения работ. Трубопровод проходит через его участок. Возведение объектов капитального строения в зоне водовода мы не согласовывали. По нашим данным, в этом месте находится не дом, а хозяйственная постройка. О ситуации с недопуском были извещены районные администрации и иные профильные службы, а также сам собственник. Мы сейчас занимаемся вопросом запитки многоэтажек, где наблюдается слабое давление из-за этого повреждения. Урегулированием вопроса занимается муниципалитет, поэтому за подробностями лучше обратиться к ним. А вот ответ администрации Орска. Так как часть действующего водовода в поселке Степной проходит по территориям частных домовладений, глава города принял решение определить источники финансирования для строительства нового водовода в обход жилых домов. Но не только по поводу горячей воды возмущали жители Степного. Они коллективно пожаловались на отсутствие транспорта, на то, что не могут доехать до работы на перебой с холодной водой, которые начались с первыми днями паводка. На основании всех своих проблем люди требуют включить их поселок в зону ЧАЭС и выплатить по 20 тысяч рублей, как пострадавшим от наводнения.